Готово, и сейчас нам откроется забытое знание! Да! О! Тихо! О, да! Начинается, ребята! Блин, знаете, о чём я подумал? Было бы круто призвать дьявола из мода Вичери и натравить на этих сектантов! О, это была бы драка века! Пора, наконец-то, пообщаться с сектантами! Да, теми самыми, которые находятся около моего дома! Вы посмотрите, что они сделали с территорией! Заразили её! Что будет дальше, мне не хочется даже думать! Но всё-таки, всем привет, дорогие друзья! Я Лолошка, это пробуждение! Поехали! Ну что же, всем привет, дорогие друзья! Я Лолошка, и добро пожаловать в пробуждение! У нас проблема! Ситуация соц, ситуация хелп! Капец-пипец! Ну а если попроще, то около нашего дома и деревни происходит заражение! Я чё-то вообще профукал этот момент! И всё из-за сектантов! Раньше был просто вот этот обелиск, а теперь у нас заразилось примерно 2-3 дерева! И ещё пошло чуть-чуть левее! Если заражение пойдёт дальше в этот лес, то жопа! Потому что не спасёт даже серебряное дерево! Данное серебряное дерево посажено примерно 5 серий назад около нашего дома! Имеет очищающие свойства и, как вы понимаете, против сектантов это не спасёт! Сегодня мы обязательно попробуем с ними разобраться, но есть маленькая проблема! У меня броня, это картонка! Понимаете, картон! Ладно, пойдём поспим! Пока что надо просто сосредоточиться! Ээээ, доброе утро! Если я хочу, чтобы Таумкрафт изучался лучше, быстрее и налаженней, то мне надо обязательно сделать стол расщепления, когда изучение мира уже недостаточно! Это то самое, что позволит из предметов, допустим верстака, доставать какие-то аспекты, чтобы в будущем изучать Тауманомикон лучше! Далее, благодаря этому откроется куча забытых знаний, и мы сможем прочитать странные символы! Багровые ритуалы! Книга, наполненная теми самыми странными символами! Надеюсь, всё подробно объяснил, и вы поняли, то что сектанты имеют не последнюю роль в этом мире! Да, они очень важные, и прежде всего давайте изучим! Не надо отвлекаться, берём чернильницу, нажимаем, потом кладём и... Ой, да ладно! Это так просто! Мозги — это огонь! Поэтому просто берём огонь, соединяем! Так, проходит немного времени, я всё соединил, кроме одного — кулак и кирка! Чтобы это сделать, мне нужно орда! И вы сами видите то, что у меня его нет! По идее, рано или поздно появится, да? Давай! О, спасибо! Добавляем, и тарададам-татам! Стол расщепления! Вот сейчас всё пойдёт куда проще! Потому что будет куча аспектов! О, тут так и написано! Иногда наступает момент, когда для новых исследований не хватает знаний, и на помощь приходит стол расщепления! Эм, понадобится ещё один таумометр? Хорошо! Раз, два, три! Пи-и-и! Спасибо большое за ожидание, но у меня появилась проблема! Золото не осталось! Всё, конец! И при всём при этом, таумометр тоже делается из золота! То есть, если я его сейчас потрачу, то конец всем моим изучениям! Поэтому мы его сначала берём и изучаем! Да, сканируем! Вот это сканируем! О, замечательно получается! Что? В костной муке есть сенсус? Вот это я удивлен, по правде говоря! Именно таким образом мы открываем ещё больше аспектов! О, табличка! Ну-ка! Во, она тоже изучается! Стоп, что это? Что это сейчас фиолетовое было? Эм, наверное, это просто изучение, да? Давайте экстрактор изучим и фиолетовая, появишься? А, да-да-да, вот, я только что его видел, буквально глазком. Данный сундук мы тоже не пропустим и... Это было божественно, но ни в одном предмете, который я изучил, не было найдено ни орда, ни мотуса. А, ну и не хьюмануса получается. Может быть в яйце найдется, пожалуйста. Ну, конечно, нет. Эх, ладно, стол расщепления, я готов тебя сделать, поехали! А, ну конечно, конечно, у меня нету грёбаного пердитю. Куда ж без него-то, а? Вроде бы у меня есть вейпоинты всех аспектов, я это всё находил и... Да, вот оно, пердитю, телепортируемся. Эээ, какого чёрта? А чё это вы тут забыли-то? Нихрена себе, какой гигантский зомби! А-а-а, стой! Так, мне всего лишь пердитю надо добыть. Добываем, 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 ещё, 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 ещё. И валим отсюда! Нет у меня меча, понимаете? Не могу я драться. Кладём палочку и... Та-ра-та-там, та-там, стол расщепления. А, поставим либо сюда, либо сюда! Смотрите, мы можем сэкономить место, сломать два блока и... Бабам! Слушайте, а вроде бы неплохо, да? Стол расщепления работает без какой-либо энергии и надо просто поставить сюда, например, перо. Во, делается, делается и... Ээ... Ничего, серьёзно? Перо состоит из валатуса и эйра, то есть воздуха. Ну-ка, давайте ещё раз засунем. И, пожалуйста. Да ты чё? Оно ничего не добывает. Хотя... А-а-а, вот оно как это работает! Надо ещё нажать! Оно сделало мне орда! Круто! Но некоторые зададутся вопросом, какого чёрта тебе дали орда, когда там его не было? Всё просто, валатус состоит из орда. Давайте попробуем найти перо, вот оно. И смотрите, здесь есть воздух и есть мотус. А мотус состоит из чего? Из того самого орда или эйра. Да, то есть тут берётся цепочка, большая цепочка до самого простого аспекта. И, короче, валатус это орда. Стоп, что? Да ладно! Я потратил 23 пера на одну орда? Жесть! Это было моё самое невыгодное вложение, но... Мне написали в комментариях то, что единственный аспект, который хранит все аспекты, это фабрико, создание и ремесло. То есть здесь используется хьюманус, а в хьюманусе используется бестия и мозг, а в мозге используется когнитио, мотус, я так понимаю, терра и так далее. Да, поэтому если рассматривать самую длинную цепочку аспектов, то фабрика это самый-самый крутой. И я знаю, где он находится. Вы не поверите, просто верстак. Срубаем это дерево. Как вы знаете, одно бревно это один верстак, поэтому у меня 13 верстаков. Та-даам, спасибо. И здесь, да, только фабрика и ничего бесполезного. Кладём и мы сейчас можем получить что угодно. О, пердитё. Так, ещё, 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 ещё. Ещё пердитё. Да что такое? Хватит пердитё совать. А ну-ка дай мне орда. Ты... Издевательство какое-то. О, земля попалась. Вот это я понимаю. И самое главное, то что мы получаем почти постоянно. Потому что аспектов в этой цепочке дофигища. Если быть точнее, то все шесть. Именно поэтому, если у верстака есть шанс дать какой-то аспект, то этот шанс равен 100%. Ох, и тут я задумался, а где мне доставать столько дерева? Неужели мне просто брать и рубить, рубить, рубить? Нет, конечно. Големы, вы мне поможете. Насколько мне известно, соломенные големы, они слабенькие, поэтому они не могут поднять даже топор. Мне нужно минимум брать деревянных. Сколько дерева деревянный голем срубил бы, если деревянный голем мог бы срубить дерево? Ха! Да ладно, тут поднимается именно та тема, о которой я только что говорил. Рубка дерева! Так, теперь надо понять, какое сердце надо вставить. Опустошение. Переносим вещем, держим контейнеры наполненными, стража ваших владений и... Оживленный фермер. Да, по идее, вот это мне и надо. Правда, перед этим надо также изучить деревянного голема, а это 4 мотуса. Не хватает аспекта, блин. А у меня нету мотуса, кстати. Значит так, верстак, мне не хватает орда, поэтому, пожалуйста, побольше орда. Я от тебя умоляю, да какая нафиг земля? Ах, пожелайте мне удачи и... Трррррррррррр. Фух, я всё сделал. И сколько у меня? 5 орда. О, хорошо. В итоге и мотус появляется, и изучение изучается. Деревянные големы, ресёрч компли... Что? Големы из плоти, это забытое знание? Оно ещё и среднее, господи! Оно ожило! Так, да-да-да-да, это то, что мне надо. Как там это, господи? У меня просто всё вылетело из головы, потому что я охренел. Надо бы ещё, наверное, чернильницу зарядить, потому что осталось не так уж и много чернил. Вот так это делаем. Потом нажимаем. И по-любому изучаем. Я опять же помню то, что мотус, это у нас орда. Поэтому соединяем, не паримся. Запоминайте, если вам нужно. Если что, то я делаю это без интернета, без гугла. Я понимаю то, что в каких-то моментах, наверное, я трачу больше аспектов, чем нужно. Но, мне просто интересно это проходить без гугла. Понятное дело то, что если в будущем, потом, я буду что-то не понимать, то я прибегну к его помощи. А пока что готово! И смотрите, что мне сейчас дадут. Раз, два, три. Уровень постоянного искажения увеличился. Уровень искажения повысился. О, уровень! Ребята, у меня именно уровень повысился. И чтобы увидеть этот уровень, надо открыть изобретение, которого здесь я пока что не вижу. По всей видимости, надо открыть что-то из этого. Магическое ухо. Хех. Это странный перевод. Учитывая то, что это официальный перевод уже шесть лет. Понимаете? За шесть лет никто не исправил ляп этого перевода. Магическое ухо. Так, короче, я думаю то, что либо это, либо это. И потом откроется тот самый уровень искажения. Либо мы можем посмотреть в интернете. Раз, два, три. Пип! Обалдеть, я все узнал и у меня две новости. Первая хорошая, вторая плохая. Первая. Называется это психический детектор. Он делается очень просто и как бы все. На этом хорошая новость заканчивается. Плохая новость заключается в том, что пока не открыт крафт, то есть вот я щелкаю, ничего не открывается. Я не могу его сделать, даже если посмотрю в гугле. На этом плохая новость не заканчивается. Изучается это не в изобретениях, а в специальной вкладке, которой пока что у нас тупо нет. Называется она древние знания. Да, те самые. А, здесь написано забытые. Ну, короче, древние, забытые, называйте как хотите. Суть в том, что мне надо именно их и открывать. Да, это жестко. Но не будем отвлекаться от големоведения. Я хочу сделать первого крутого голема. Так, 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 как он делается? А, нам котел нужен. У, жестко. Котел это по идее просто 7 железа. Потом ставим куда-нибудь сюда и кликаем палочкой. Я сам надеюсь, что получится. Ну-ка. О, да, тигель. Здорово. Надо бы сейчас расширить вот эту территорию дома и сделать так, чтобы тигель ничего не поджег. Потому что он как-никак с огнем и вот это дерево может сгореть. Есть у меня кое-какая идея, но прежде всего надо поспать. Доброй ночи. Доброе утро. У меня появилась идея. Сейчас мы крафтим топор. Да, я собираюсь срубить этот дом. Да ладно, ладно, шучу. Срубать дом я не собираюсь. Просто вот эти две дощечки убрать. И прямо сейчас мы должны сделать много каменного кирпича. Ой, ну хорошо то, что хотя бы булыжник у меня присутствует. Никуда я его не выкидывал. Но у меня же угля нет, точно. Фак. Черт, 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 черт. Дурацкая проблема. Просто из ниоткуда вылилась. Эээ, так. Тогда мы отсюда возьмем уголь. Далее отсюда возьмем уголь. Этого хватит, чтобы сделать примерно 50 камнем. Ну и сами понимаете, мало, мало. Именно поэтому сейчас мы пойдем добывать уголь. Поехали! Охренеть. Наверное, то, что я сейчас видел перед собой, была лучшая жила за всю историю, сколько я играю в Майнкрафт. 8 алмазов и 5 золота в одном месте. А, ну и еще один изумруд поблизости. Охренеть, вот это мне фартануло! Так, сейчас надо просто выбраться отсюда. Аккуратно. Если что, то я добыл чуть больше стака угля, и этого 100% хватит. Домой. Но теперь что-то меня не особо устраивает скорость печки. Она как бы... Ну она... Она медленная, да. Типа самое главное, что она медленная. Именно поэтому давайте проверим. Есть ли что-то покруче? Есть хобби чья печь, печь красных гор, для сплавов. Так, а что-то пообычнее есть? О, железная, найс! Да ладно, она реально делается очень просто. Смотрите. Две серии назад мы сделали кузнечный молот, его забираем. Потом просто соединяем с железом, и всё! Железная пластина готова. Это был самый простой крафт. Но, давайте мы печку заново создавать не будем. Просто заберем какую-нибудь вот эту. Привет-привет. Ставим снизу, потом пять пластин, и вроде бы всё, да? Еее, железная печка! Так, как ты работаешь? Что ты умеешь? Что это за значок информации, который не нажимается? Эм... Окей, хорошо. Без проблем, я не буду нажимать. Кладём уголь, кладём булыгу, и вот! Скорость чуть-чуть стала выше. Это всё равно лучше, чем было, но! Это ещё не уровень адской печи из Таумкрафта. Я, правда, не помню, где она открывается. По-моему, в изобретениях. Либо в алхимии. Хммм... Блин, правда не помню. По сути, мы сейчас можем это даже проверить. Изучить не Тор и алюментум. В итоге, мы откроем что-то вот здесь, наверное, да? Обалдеть! И это не Тор? Пф, очень просто. То есть, вот так вот-а, вот так вот-а, вот так вот-а, и вот так вот-а. Всё. Ресёрч комплитед! Смотрим, что у нас открылось. Ага, ничего. По всей видимости, надо сначала изучить алюментум. Источник мистической энергии. Хорошо звучит. Погнали. Снова супер просто. Забираем. Ресёрч комплитед. Спасибо. И у нас открывается... Ах, ну ё-моё, очистка эссенса. Я думал, что здесь тоже что-то откроется. Но давайте ради чистоты эксперимента мы также и это изучим. Всё, спасибо за ожидание. Собираем аспекты. Ба-бам. Ресёрч комплитед. И пожалуйста, 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 дайте мне... Труба для эссенции. Ну, ж серьёзно. Ну, что это такое? Ну, ребят. Ну, вы серьёзно? Какая нафиг труба? О, так подожди, тут же банки открываются. Мы в будущем сможем собирать узлы в эти банки. АААА! Что? Чего нахрен? Адская печка открылась, какого чёрта, когда она успела? Что? Это, подожди, то есть я изучил вот здесь, и открылась вот здесь? Я без шуток, я только сейчас это заметил, обалдеть. Достаточно горячо. Это ещё и забытое знание. Слушай, железная печка, ты вообще крутая, да-да-да-да, супер-пупер, но адская печка, я её хочу. Начинаем изучать как бешеные, так, инструментум, потом немножечко орда. Тара-та-дам-та-дам, thank you very much. Адская печка готова, и сейчас нам откроется забытое знание. Да-а-а. О, тихо. О-да, начинается, ребята. Постепенно мой разум искажается, но забытые знания пока что нам не открылись. Так, хорошо, адская печка, вот она, родненькая, здравствуй. Чтобы тебя зажечь, нужно 50 игниса и 50 теры в палочке, ого. Но сама по себе ты делаешься из лавы, обсидиана и адских кирпичей. О-па-а. То есть нам ещё и в ад придётся идти? Хм, не проблема. А вообще, смотрите, что мы делаем. Берём таум-меч, снимаем нашу картонную броню, надеваем железный нагрудник. И где мои поножи? Вопрос. Куда? Кто дел мои поножи? Какого чёрта? Алё, ребята? Не, ну не дело, не дело. Придётся новый создавать. Всё, забираем. Надеваем. Если вы ещё не поняли, что я собираюсь делать, то это поболтать с сектантами. Здорово, ребята! Хе-хе-хе. Э-э, в смысле, привет. Как дела, ребят? Вы же там по одному-то на меня выйдите, да? Во, во, давай, давай, по одному. Ну какой трое, вы чё, блин? А-а, я не могу часто бить. Я не могу часто бить, это особенность данной сборки. Хорошо, я всё равно справлюсь. Тут самое главное то, что открытая поляна, и можно постоянно бегать назад. Типа, в предыдущий раз, когда я встречался с сектантами, они просто загнали меня в угол. Но... Давай, взорви их, действительно. Красавчик, просто вау! Тот момент, когда крипер прям молодец. С одним разобрались, со вторым разобрались. Железный меч падает. Уу, хорошо. И... Привет. Может быть, поболтаем? Ай! Ну ё-моё! Ах ты тварина, а? Золотые монеты, я не знаю, наверное, всё-таки выкину, потому что здесь дроп получше. Железный меч, например. Хотя, подожди. Не-е-е, мой там меч, в принципе, одинаковый, поэтому, прости, до свидания. Твёрдый по ноже культиста. Ну-ка. Точно такие же и у меня, поэтому, сорян, надевать не буду. Ну и чё, ещё один рыцарь. Что? Он же был здесь один. Они чё, спавнятся постоянно? О, там опять появился. Да ну нафиг, ребят, да это пипец какой-то. Как я вас буду убивать, если вы постоянно спавнитесь? Хорошо, я всё равно попробую и... Твои магические трюки не смогут меня одолеть. Ааа, у меня осталось два с половиной сердечка. Фак! Фак, нет! Да как вас убивать? Это невозможно! Это нереально! Я их реально убил! Потом второй раз убил! А они ещё большей толпой идут! Как так-то? Я, наверное, задал этот вопрос раз пять. Но я реально не понимаю, как так-то? Ох, я надеюсь, то, что мои вещи не сгорели. Что это? Ааа, простите, ребята. Я не хотел, жители. Стоп. Стоп. Стоп! Только не лес! Надеюсь, лес не сгорит. Так, вот эта часть леса не должна сгореть. Тихо, пожалуйста, пожалуйста, я сейчас реально такую глупость сделал. Всё, убираем всю листву, чтобы не перебралось. Чтобы огонь никуда не перешёл. Фух! Это было реально очень опасно! Вот сейчас вот через вот этот клочок могло как-то передаться. Вот здесь что-то было. Трава, трава, бла-бла-бла. И всё, лес бы загорелся. Но благо то, что практически все вещи остались в живых. А может быть даже всем. Но то, что самое важное, это точно. Палочка, например, очки откровения, кирка, меч. Меч? Стоп. Где меч? Эй, меч, пожалуйста! Не говори то, что ты сгорел! Эх, ну ладно. Короче, вы поняли. Сектанты у нас далеко не простые, чуваки. И так просто поболтать с ними не получится. И уж тем более одолеть. Блин, знаете о чём я подумал? Было бы круто призвать дьявола из мода Вичери и натравить на этих сектантов. Ооо, это была бы драка века. Эх, что с железной печкой? Простите? С вами... С вами всё нормально? А вы живы? Железная печка, вы живы? Ну хорошо, я возьму камень, спасибо. Отсюда забираем ещё больше булыжника и точно так же кладём в эти печки. Потому что нам надо много камня. Уж поверьте. У меня тут прям идея-то забабенная. Или как это правильно говорится? Забубенная. Офигенная. По правде говоря, теперь всё, о чём я думаю, это только о адской печи. Я очень хочу её сделать. Я понимаю то, что её использование заражает местность. Но мы можем посадить побольше серебряных деревьев. И в принципе всё будет чики-пуки. По крайней мере, я сам на это надеюсь. Здравствуйте, пик-зомби. Ого, у вас луки, удочки. Круто. А это ещё что такое? Это облако? Пепельное облако? Серьёзно? Его можно даже достать. Так, тихо, кто смеётся? Не надо смеяться, не надо. Такое лёгкое и пушистое. Три на три в верстаке даёт древесный уголь. Что? Нихрена. Подожди, а как его добывать? Как его добывать именно быстро? Или нельзя? Просто, если бы можно было вот так пройтись, быстро добыть, то это было бы шикарно. Но, по всей видимости, нельзя. Блин. Тихо, кто смеётся? What the fuck? Что происходит? Это ты что ли? Жесть, вот это звуковое сопровождение. Я реально чуть не пересрался. У меня прям мурашки по коже пошли от этого звука. Так, крепости, по всей видимости, поблизости нет. Ооо, а вот это у нас, конечно, крутые чувачки. Адский крипер, который осветил мне местность, спасибо. И адская собака. А ну-ка. Ой, ой-ой-ой. Не хочу, чтобы было больно, не надо. Собачка, а ну-ка умри. Что с тебя дропается? О, язык собаки из мода Витчери? Ооо, да во... Пи... У меня серия идёт прям как по маслу. Вы смотрите, я просто случайно нашёл дар дьявольского обаяния. А если точнее, то ингредиенты. Даже демоны не устоят перед вами. Блин. Обожаю эту серию. Правда, знаете, пока что мы всё вот это вот открываем, открываем. То есть сезон постепенно разгоняется. И адская печка, она, она знаете, такая основополагающая всего переплавления. Всей переплавки, если быть точнее. Ну и это всё надо, конечно, делать. Но сделаем мы это в следующем выпуске. Мне правда очень сильно нравится эта серия. Поэтому я буду надеяться, что вы поставите лайк на неё. Пожалуйста, пожалуйста. Ну и опять же попрошу в самом конце для самой активной аудитории. Ребят, если вы вдруг ещё не подписаны, но смотрите этот сезон. Если вы наткнулись на эту серию и вам понравилось, то, пожалуйста, подпишитесь. Потому что в будущем серий будет больше. У меня такой канал, то что я свои сезоны не забрасываю на пятой серии. Они у меня длятся реально десятки. Мы всё проходим, прорабатываем и изучаем. Так что вы не разочаруетесь. Уж поверьте. И если вы здесь привык, то вы можете ещё и позвать. Друзья, с вами были Лон Лошка. И скоро Адская Печка. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Пока.